Елена Новосёлова Материнская власть Психологические последствия в жизни взрослых людей Как начать жить своей жизнью Предисловие Дорогие слушатели, дорогие слушательницы! Вы начали слушать эту аудиокнигу, Потому что смутно чувствуете Отношения с мамой играют огромную роль в вашей жизни Это утверждение верно почти для всех нас Мать может дать бесконечную любовь и причинить сильнейшую боль Мама – самое нежное слово Но часто его произносят с горечью Матери дарят детям целый мир Но нередко отнимают у них их собственную жизнь, заставляя проживать чужую Мать бесконечно сильна в своем влиянии на ребенка И в то же время совершенно бессильно сделать его таким, как ей хочется Ко мне в терапию приходит много клиентов Мужчин и женщин разного возраста Запросы, с которыми они обращаются, также очень разнообразны Кто-то испытывает постоянную тревогу и страх перед важными жизненными решениями Кто-то не понимает, почему с ним раз за разом случаются похожие неприятности Кто-то пытается выбраться из разрушающих отношений И почти все они в какой-то момент начинают говорить о маме Иногда сразу Чаще спустя некоторое время после углубления в проблему И становится понятно, что мамина роль в их жизненной пьесе – одна из самых главных В ходе работы человек замечает, как мама повлияла на формирование его, ее характера Какие передала установки и как продолжает присутствовать в жизни Явно или неявно, вблизи, на расстоянии или даже после своей смерти Это и заставило меня написать книгу о материнской власти О том, как она огромна, что она делает с нами Как нам обходиться с ее последствиями и как женщине, которая сама находится в роли матери Не злоупотребить своей властью над ребенком Разумеется, следовало бы говорить не только о матери, но и об отце А также бабушки, дедушки Но российская реальность такова, что в подавляющем большинстве случаев Именно мать проводит с ребенком больше всего времени Принимает решения о его жизни Именно ее черты, характер, настроение, психологическая динамика В наибольшей степени отражаются на душевной жизни подрастающего человека Аудиокнига состоит из пяти частей Первая часть посвящена материнской тревоге и желанию разными способами контролировать Своих уже выросших и даже взрослых детей Вторая часть о том, как жажда тепла и любви Толкает мать на продление симбиотических детско-родительских отношений Как матери завладевают душой сына или дочери, заменяя им супруга или супругу И заставляя проводить жизнь подле себя В третьей части я рассматриваю целый спектр ситуаций, связанных с холодностью матери Недостатком любви к ребенку, неумением или невозможностью ее проявить В четвертой части рассказаны истории, касающиеся проявлений власти, ревности, зависти матери к подрастающему ребенку, как правило, дочери Наконец, пятая часть о светлой стороне материнской власти над ребенком О том, как мать и дети могут сохранять привязанность друг к другу, переживая сепарацию, отделение ребенка от родителя Даже самый благоприятный сценарий отношений ребенка с матерью не обходится без трудностей, которые, однако, легче преодолеть, если обе стороны уважают друг друга В каждой части семь историй Все они построены примерно одинаково Сначала рассказывается конкретный случай из моей практики Затем я объясняю, какие психологические механизмы стоят за поведением матери и других участников событий И, наконец, даю конкретные практические рекомендации тем, кто оказался в похожей ситуации 35 примеров, в которых слушатель, возможно, найдет себя и свои отношения с матерью, ребенком, свекровью или тещей 35 реальных конфликтов, из которых почти всегда можно найти выход Психотерапия не всесильна Тем более, не всесильна моя аудиокнига Задачи, которые я ставлю перед собой скромные и одновременно очень важные Задача первая Помочь вам лучше понять свои отношения с мамой Ее роль в вашей жизни Задача вторая Дать рекомендации, которые можно применять в конкретных ситуациях Например, при семейных конфликтах Задача третья Показать, что мы можем вести себя со своими детьми иначе, нежели наши матери вели себя с нами Задача четвертая Дать подсказки, как лучше понять маму Наладить с ней отношения и Важно, стоит ли в вашем случае делать это вообще Задача пятая Ослабить острые, напряженные, болезненные чувства, которые возникают у многих в отношениях с родителями или взрослыми детьми Стыд, вину, тревогу Дать рекомендации о том, как с этими чувствами лучше обращаться В ситуации острого конфликта или застарелой хронической боли люди часто мучаются сами и мучают друг друга Я верю в то, что эмпатия и осознанность могут помочь нам сделать жизнь легче Выстроить границы, а если возможно, улучшить отношения с мамой Реальной или внутренней, во голове Сделать их более конструктивными и менее травмирующими Иногда это невозможно без обращения к психологу и психотерапевту Слушая эту аудиокнигу, вы увидите, что такая мера вмешательства порой необходима Но даже в сложных случаях самостоятельные шаги к разрешению внутреннего и внешнего конфликта Могут оказаться очень полезными Пусть сердце и разум сотрудничают и ведут вас верной дорогой Субтитры создавал DimaTorzok